Сегодня на 1985 году ушел из жизни Валентин Дмитриевич Машуков. Более полувека назад он начинал свой трудовой путь в родном городе Усть-Каменогорске, Республике Казахстан, как мастер ремонтного завода. Однако в 70-х годах переехал в Белореченск, куда его направили по партийной путевке. Валентин Дмитриевич всегда желал процветания родины и приложил немало усилий для развития страны. Участвовал в строительстве завода-гиганта по производству минеральных удобрений. За вклад в этот проект Валентин Дмитриевич был отмечен Орденом Трудового Красного Знамени. В ближнем поисках, где можно рис взять, решил, что надо этот рис производить самим. Поставили химический завод, который в течение четырех лет начал производить минеральные удобрения. И таким образом 2 миллиона тонн мы начали регулярно, и в том числе сегодня мы производим 2 миллиона тонн риса в Краснодарском крае. Спустя некоторое время Валентина Машукова пригласили в Анапу. Десять лет он трудился председателем горосполкома, и благодаря Валентину Дмитриевичу была создана большая часть современной инфраструктуры, которой анапчане пользуются и по сей день. Проложили новые инженерные сети, построили хлебозавод, медицинские корпуса и здравницы, детские сады, шестую и седьмую школы. Среди многочисленных наград и званий Валентина Машукова – медаль за трудовую доблесть, орден трудового красного знамени, отличительные знаки и грамоты за заслуги перед Отечеством второй степени, за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа, за выдающийся вклад в развитие Кубани, почетный работник газовой промышленности России, заслуженный работник курортов и туризма Кубани, почетный гражданин города-курорта Анапа, почетный гражданин Белореченского городского поселения. В 2008 году наградной список Валентина Дмитриевича пополнился патриаршей грамотой за подписью митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Сидора «Благословение за усердные труды во славу Святой Церкви». Вручена она была за финансирование и руководство строительством часовни святого пророка Осии, что украсило площадь у здания администрации города. Нам выпала честь лично пообщаться с Валентином Машуковым, когда он вышел на пенсию. В разговоре почетный гражданин Анапы без устали рассказывал, как менялся курорт. Без сомнения, он, как никто другой, любил и желал процветания уже ставшему родным городу. Были серьезные проблемы, связанные с тем, что надо было приводить все в порядок. Школы, детские сады, санатории. Все это было построено. И самое главное – тепло, газ. До последних дней жизни Валентин Дмитриевич болел душой за развитие муниципалитета. Полностью отдавался общему делу. Это был один из жизненных принципов бывшего председателя горосполкома, блистательного стратега, руководителя и организатора. Но главное – мудрого и справедливого человека. Имя Валентина Дмитриевича Машукова навсегда останется в истории курорта, а светлая память о нем в наших сердцах.